Ничего себе баул! 8,5 килограммов! Здравствуйте, друзья! Сегодня я рассказываю о палатке Husky Baul 4. Да, такое название, но интересно, что оно значит в чешском языке, потому что, в принципе, бывает, что слова в русском языке означают одно, а в чешском совсем другое, при одинаковом звучании. Итак, сначала несколько слов о самой фирме Husky. В принципе, это такая известная история чешская, много палаток. Часто я встречаю в лагерях или где-то в кемпингах, или на биваках палатки этой фирмы. То есть у нас они известны и есть. Но если вы зайдете на сайт фирмы Husky, посмотрите весь модельный ряд, ну, станет понятно, что это модели, которые можно встретить и у других фирм. Видимо, эта фирма, как и другие, делает следующее. Это называется брендинг, когда покупается уже готовое решение, выбирается там на сайте, или представитель едет в Китай на завод, выбирает нужное решение, на него ставится бренд Husky, и дальше появляется эта палатка уже в продаже. Ничего плохого в этом нет, нужно забирать конкретную вещь, конкретную палатку. Единственное, что, маленький такой момент, если вы будете изучать рынок и планировать покупать эту палатку, нужно посмотреть, нет ли у других производителей, которые занимаются тем же самым палатки, подешевле, с той же моделью, с теми же свойствами. Ну, а сейчас мы ее поставим и расскажем. Это большая кемпинговая четырехместная палатка, специально предназначена, естественно, для перевозки, вероятно, на машине, сложно такую большую тащить на себе. Вот, поставим и расскажем, что и как. Ну вот палатка Husky 4 Baul. И давайте немножко о концепции. Это полубочка. Не самостоящая. Впрочем, такого размера самостоящих палаток это еще поискать. Есть два вида кемпинговых палаток основных, две группы. Есть такие маленькие кемпинговые палатки, но условно маленькие, в которых вы только спите. И это тоже кемпинговые палатки, но они рассчитаны на то, что либо вы сами себе организуете пространство для жизни, либо вы приезжаете в готовый кемпинг, и там для вас все организовано. А бывают палатки, где у вас есть жилое пространство, оно здесь у нас слева, ну, для вас справа. И отдельно помещение, где можно, кроме того, что вы спите, осуществлять всю остальную жизнь, все, что вам необходимо. Можно поставить стол, можно поставить стулья, можно готовить еду, можно пережидать дождь и при этом не залезать туда, где вы спите. То есть это фактически весь ваш дом, весь ваш мир на выезде на кемпинге. Это две разных концепции, они обе правомерные. И вот здесь у нас классический, на мой взгляд, пример последний. Вот у нас имеется очень хорошая высокая палатка, самая высокая точка, 190 см, 4,30 см в длину. И в ней жилое помещение. Длина жилого помещения 210 см, ширина 240 см в самом широком месте, а в ногах 170 см. То есть можно себе представить, что троим здесь будет более-менее комфортно, четверым взрослым может быть немножко некомфортно в ногах. А так, в принципе, два родителя и двое детей вполне, я думаю, поместятся тоже и будет очень комфортно в ней жить. Также мы видим на палатке окна, сделанные сеткой и закрывающиеся изнутри тканью. И, собственно, все. Здесь есть еще штормовая система и немножко про материалы. До того, как мы начнем уже заходить внутрь и осваиваться, смотреть, как там внутри. Палатка сделана на основе дуг из дюроварпа. И толщина этих дуг 11 мм. Что такое дюроварп? Я, со своей точки зрения, считаю, что здесь немножко есть игра с покупателем. То есть, когда говорят, что дюроварп – это какой-то особенный материал. По сути, это трубка из фибергласса, из стекловолокна 11 мм, на которую сверху нанесен пластик и некое изображение металлизированной пленки. Якобы это делает его более прочным. По сути, это дуги из фибергласса. Но на палатках такого класса и при толщине 11 мм и больше, как правило, фиберглассовые дуги себя показывают вполне хорошо. Нет с ними никакой проблемы. Если бы были просто фиберглассовые, тоже было бы нормально. Вот этот дюроварп тоже, пожалуйста, никаких проблем. Наоборот, металлические дуги на такой палатке выглядели бы странно. Они больше на маленьких палатках, на походных лучше. Полиэстер. Ткань 185Т, то есть, ну, такого достаточно плотного плетения. И с полиуретановой пропиткой. И водостойкостью 3000 мм водного столба. Что, в общем, хватает. Внутри дышащая ткань, дно также у нас тканевое, не фиберглассовое. И хочу отметить, что есть еще футпринт. Плотный нейлоновый футпринт, который ставится в палатку как раз вот в ту часть, где она жилая, где вы не спите. Где вы ходите туда-сюда. Сегодня мы его не ставим, потому что у нас блиц-обзор. Вы можете выстилать футпринт и организовывать там значительно более чистое пространство, чем на улице. Правда, у нас с этими футпринтами все время так получается, что они сильно пачкаются и еще хуже становятся. Но это все зависит очень от того, на каком грунте стоим. Угловая фурнитура сделана на основе строп. Но стропы значительно более плотные, а в дюрополовые дуги сделаны втулки, и в них заходят штифты. На мой взгляд, это не самое лучшее решение. Хотя бы стропы и люверсы, хотя там тоже есть свои минусы. Но тем не менее, в данном случае палатка используется уже 5 лет, и никаких поломок нет. В принципе, все хорошо. Давайте поговорим о вентиляции. Вентиляция у палатки в целом сделана достаточно правильно. У нас есть выходящее окно, над которым при помощи отдельной дуги сделан козырек, и там есть вентиляция. У нас есть вентиляция с окнами, и у нас есть вентиляция, условно говоря, входящая. Она может быть и снизу, здесь сделаны вырезы, и сверху в отдельное окошко. То есть можно организовывать такой продув, который может быть от спального помещения вперед, или с боков, со стороны, когда открываются окна. У нас широкий вход, который можно открывать одну половину, вторую, или целиком отматывать. Давайте замотаем. Есть некоторые проблемы у таких больших палаток. Ну, иногда туда набивается мышкара, но здесь есть достаточное количество сетки. И еще одна из проблем, это в них бывает жарко. И вот эти боковые окна, которые можно открыть и сделать вентиляцию, они помогают сделать жизнь в самой палатке более комфортной. Давайте посмотрим, внутри как. Здесь у нас нет никаких особенных карманов. То есть нужно, конечно, какой-то органайзер можно придумать. И вот можно открыть окошечко. Окошечко открывается сверху, и тоже скручивается. Ну, вот нужно смотреть, чтобы здесь не протекала вода, но здесь должны быть проклеенные швы. Так и есть. Швы все проклеенные. Внутренняя палатка висит на резиночках, на клевантах. И, соответственно, когда вы ставите основную палатку, то внутренняя палатка уже подстегнутая, может быть сразу установлена. То есть вы можете ее устанавливать в дождь, и внутренняя палатка не намокнет. Давайте откроем. Здесь у нас, опять же, два вентиляционных окошка. Хорошо сделано. Входящее и выходящее, если, например, оттуда идет вентиляция. Ну, и мягкая дышащая ткань, но несимметричная площадка. То есть, например, четыре человека параллельно друг к другу. Лягут, ну, так, с напрягом. Вот. Есть по бокам большие карманы. Да, у нас много вещей, как правило, в кемпинге. Тут получается шесть карманов. Сделаны стяжки, которые удерживают саму полубочку при установке, чтобы ноги не расползались. Они идут через всю палатку. Сверху они накрываются футпринтом. Как еще говорил, швы проклеены, углы все усилены, где ставятся колышки и где ставятся дуги. Ставенка, так, наверное, можно назвать. Ее можно убрать в специальный карман. То есть, она закручивается и не висит неаккуратно. Или, может быть, вот тут закреплена. Я думаю, что можно также здесь спокойно отстегнуть эти, оставить оттяжки, отстегнуть боковые входы и сделать еще больше пространства для такого вот открытого. Ну что, давайте мы позовем в кадр хозяина палатки, Игоря, и расспросим о его опыте использования и почему он выбрал эту палатку. Игорь, ну вот скажите, вы выбрали палатку «Хаски». Почему вот так вот решили, что нужно брать именно эту? Модели же похожие еще есть? Ну, прежде всего понравился цвет и ее компоновка. Палатка бралась для экспедиции автомобильных, для каких-то вылазок большой компании. Понравился, прежде всего, большой тамбур. Вчетвером можно в тамбуре расположиться за столом на походных стульчиках без особого стеснения, если идет дождь, какой-то ветер, непогода. Вечером ножкары спрятаться вполне. Этот тамбур вмещает четверых, а то и пятерых человек. Отлично. И вот я так понимаю, что вы уже пять лет пользуетесь, да? В каких условиях? Палатка обычно используется в таком стационарном состоянии. Стоит по 4-5 дней от недели на одном месте под солнцем, дождем. Вот в таком режиме. Немножко она поблекла, чуть более насыщенный цвет был. В целом, никаких протеканий за это время расхождение швов, отслоений. При том, что ветра могли быть сильны вполне, да? Ветра, ну, были установки на побережье Ладожского озера, на Финском заливе. В лес мы никогда не забираемся, в основном мы ставим ближе к воде живописный вид, чтобы открывался из тамбура. И палатка предоставлена всем ветрам. Иногда мы использовали для штормовых оттяжек не штатные колышки, а приходилось врубать веточки, потому что засадить их поглубже в песок, и тогда она вполне стоит. Спасибо, спасибо. Я вообще должен поблагодарить Игоря за предоставленный образец. Это очень здорово, мне очень нравится эта история, когда мы можем добраться до тех образцов снаряжения, до которых, ну, в принципе, у нас раньше не было возможности. Еще раз спасибо, и всем хороших походов, и до встречи в поле. Субтитры создавал DimaTorzok